ну мы все знаем что и какие же тоже читают что о них пишут на ваш взгляд эта информация могла дополнительно еще больше его подтолкнуть и как-то стимулировать его просто я не знаю там что с нацклубов вы хотели то что вы пишете в газет я не знаю я поэтому говорю мне это как-то чуть-чуть интересно 16 клубов ну вот поэтому я знаю там знаете как есть игроки которые хотят там три-четыре клуба которые хотят в первом раунде ну чтобы за 1 игрока 16 клубов боролись но не смешите меня пожалуйста привет нападающий спартака максим цыплаков установил рекорд кхл забросив 4 шайбы быстрее всех в истории кхл теперь им интересуются не 16 а 20 клубов нхл или даже 30 спартак продемонстрировал фантастический хоккей не только переиграл динамо но и забронировал себе место в плов на красно-белых после прихода алексея жамнова приятно смотреть одна из самых зрелищных команд кхл где все было очень хорошо до подписания контракта с ильей ковальчиком но большую часть турнира проводили без него и никаких вопросов не было тренер спартака не просто разрешил хоккеистам показывать на льду все что они умеют но и оградил их от руководства если раньше в раздевалку могли попасть посторонние то же вновь пресек это да и сам стал меньше слушать тех кто не разбирается в хоккее никакие поражения в этом сезоне никакие неудачи не меняя мнение о команде да в последнее время дела идут не очень но вы же понимаете что состав серьезно изменился несколько форвардов основного состава получили травмы кто-то выбыл из-за болезни да и приход ковальчука серьезно ослабил команду но все равно стиль остался прежним самое главное что тренер психологически готов к тому чтобы побеждать во время кризиса жамнов не делал ничего такого что подорвало бы уверенность нем все скоро наладится составом возможно ковальчука прекратят выпускать на площадку и все будут попадать в состав по спортивному принципу красно-белые в этом плыву вполне могут пошуметь являются ли спартаковцы претендентом на кубок наверное шансов не так много но все же за четверку они побороться смогут лишь бы только опять не было травм северсталь уступила на своей площадке авангарду 26 у а мечей снова не было владимира ткачева все привыкли играть без него так что он может спокойно лечиться от барс проведет четыре матча в феврале на старой арене в центре казани билетов на этот матч не купить все уйдет владельцам абонементов мудро дмитрий воронков забросил десятую шайбу в нхл в этом сезоне но его гол не помог коламбусу обыграть эдмонтон воронков смотрится довольно неплохо знает что делает на льду и в принципе им очень довольны а вот овечкинам недовольную но вслух об этом предпочитают не говорить тем не менее у александра уже второй раз сезоне серии из семи матчей без заброшенных шайб а на этот раз это привело к поражению от миннесоты что происходит с овечкинам трудно сказать но сейчас тема александр волнует всех каждый высказывается почему форвард не может приблизиться к рекорду грецкие и никто не даст правильный ответ уверен что и самый хоккеист в ахл василий пономарёв уже точно стал лидером чикаго этой ночью он поразил ворота монетобы и на его счету уже семь шайб ждем его в каролине тем более там опять травму получил андрей свечников причем какую-то новую говорят что он еще появится на площадке в январе но уже всерьез начинает беспокоить здоровье андрея в хл определились первые два участника плей-офф за кубок петрова точно поборется рубин из тюмени и молот из перми кстати не удивлюсь если команды встретятся в финале но там все очень запутано и последнее ярославский лока стал первым участником плей-офф от западной конференции и вот тут я уже не боюсь ошибиться в прогнозе кажется что лока станет обладателем кубка хорламова до свидания играем через день но не железные люди тоже они находят себя сил они находят и у нас часто дербит через день получается сейчас спартак опять через три дня у нас до этого у нас тоже были то у нас тут торпеда там к нам деревья почему-то привязали что мы с торпеда тасса и ска каждый раз у нас какой герби я думаю часть север ставит вспомнить что мы с ними плей-офф играли и так мы по истории пойдем